здравствуйте уважаемые единомышленники рад приветствовать вас сегодня среду 19 октября 2022 года на встрече с компанией sky world community компании которая модернизирует и улучшает этот мир сообщество единомышленников которые сейчас взялась за инновационный экологический проект за планетарную транспортную технологию и успешно завершают ее реализацию потому что в данный момент мы уже находимся на 14 из 15 этапов развития проекта сегодня я расскажу вам о нем чуть поподробнее но уже чувствуете знайте о том что будущее о которых о котором мы так скажем мечтали она может быть воплощено уже в этом столетии и с помощью инновационных экологических технологий можно действительно сделать рай на земле именно этим и занимается наш гениальный ученый анатолий эдуардович и низкий ну и конечно же за один час я не смогу вам передать всю информацию которую я изучил за шесть лет и уж тем более то что этот ученый сделал за 50 лет но я уверен что я вас заинтересую эту информацию которую вы сегодня услышите и вы продолжите собственное изучение и я как раз для вас предоставляю эти самые видео самые полезные которые помогут вам еще больше углубиться в нашу встречу это конечно же интервью нашего генерального конструктора об итогах 21 года где говорит о том как мы справились со всеми трудностями какие трудности у нас были как мы решили нерешаемые задачи ну и конечно о том что первые четыре адресных проекта наши технологии уже начаты то есть при том что мы не закончили наш проект еще до конца за нами за на развитием нашей технологии следили уже несколько лет и как только появилась возможность по уже сертифицированным технологиям строить люди сразу начали строить это показывает насколько серьезно относятся так скажем к этой технологии и насколько она уникальна раз ее готова вот так вот сразу с руками отрывать но это одна из вещей конечно же необходимо познакомиться с транспортом будущего с общей концепции анатолия едуардовича как мы можем поменять нашу планету в данном случае здесь будет отличное интервью с получение премии мира в 2018 году в братиславе словакии ведь всю серию технологий эко мир уже признала научное сообщество а мы лишь реализуем первую ее частичку самую земную самую простую самую понятную но самую актуальную именно сейчас конечно же это техногенная цивилизационная развилка наш генеральный конструктор ук вкладывает очень много времени в то чтобы так скажем передать свои знания свое видение абсолютно каждому человеку на этой планете представить наш дом как общий дом за которым необходимо ухаживать чтобы мы понимали что от нас зависит в какую сторону идет его развития либо вообще идет ли в сторону развития либо в сторону деградации идет наш дом и именно здесь он подчеркивает самый важный аспект конечно же это цивилизационная перезагрузка то есть как нам сейчас как человечеству с учетом всех наших знаний образа жизни потребительского общества расселения по всей планете и тех существующих технологий которые есть как нам сейчас перебазировать нашу жизнь с учетом конечно использования экологических технологий так чтобы на земле больше чем на 10 миллиардов всего хватало было достаточно энергетики достаточно чистая пища и ее в достатке для абсолютно всех людей это все возможно если чуть-чуть поинтересоваться анатолием эдуардовичем и его представлениями его технологиями которые он представляет для мира и агротехнологии экодома сами обеспеченные вот транспорт который полностью автоматизированный эко поселение и линейные города то есть это множество технологий которые изменят качество жизни людей к лучшему при том не только где-то локально а прям глобально потому что все эти технологии которые мы просертифицируем ее можно будет заказывать в абсолютно любую точку планеты и это конечно большое очень дело так скажем помочь именно всей планете не просто как-то локально попытаться исправить ситуацию нет это ученый который как раз глобально видит происходящее на нашей планете как раз здесь в фильме формула будущего струнный транспорт может изменить мир тут он на конференции гитекс в объединенных рабских эмиратах 21 году представил вкратце за 24 минуты наше общее положение наши возможности наши результаты что мы предлагаем то есть прям достаточно четко интересно с формулами и очень наглядно ощущение потрясающе когда ты начинаешь понимать насколько важно и глобальное дело все-таки мы делаем вместе ну и конечно новые рекорды компании юни sky string technology потому что то что мы сейчас делаем никогда еще и никто не делал подобного рода сертификации никогда не происходило и получается мы передовики впереди впереди планеты всей и это радует радует именно то что мы успешно идем в этом направлении поэтому я думаю уже маленькую интригу мне удалось поселить в ваших умах для того чтобы на после продолжить посмотреть еще хотя бы несколько видео все эти видео есть у вас в чате в мирополисе привет всем кто на ю тубе как только закончится презентация я обязательно выставлю эти ссылки на изучение которые только что показывал и в youtube поэтому дождитесь конца мероприятия задавайте свои вопросы и я постараюсь выйти на youtube еще в конце нашей встречи ну и конечно вы всегда можете зайти на youtube анатолий юницкий и там в видео последних 20 наверное из них последних 10 таких больших по 20-30 минут до полтора часа это именно то не знаю наследие то видение то есть юницкий изучал нашу планету и как с ней с природой в содружестве существовать в течение всей жизни и умудряется это в краткие фильмы так скажем уместить всю эту емкость понимания аргументы с видео подтверждением чтобы передать нам его за минимальное время поскольку это самый ценный ресурс дамы и господа давайте познакомимся меня зовут артем курбанов я из латвии город даугавпиллс и я всю жизнь старался делать этот мир лучше объединять людей потому что понимал что именно в этом сила именно вместе мы можем делать будущее и я познакомившись с данным проектом с данной технологии с анатолием эдуардовичем я низким посмотрел что происходит от взаимодействия с ним во первых реализуется то что он задумал а это значит создание рая на земле в прямом смысле он мы будем жить в изобилии если возьмем технологии анатолий эдуардович и начнем их развивать хотя бы просто для себя для своей семьи для своего города ну и и пойдем так скажем дальше вот но есть вторая часть что менялась моей жизни по факту вот эти все основные побуждающие факторы можно улучшить увеличить качественно с помощью компании sky world community потому что это то сообщество сейчас в котором более 500 тысяч человек которые объединились вместе для того чтобы делать мир лучше в серьезном качественном плане и так скажем не только на уровне разговора и мировоззрение на уровне физики на уровне технологий построек проектов и бизнеса то есть сотрудничество со sky world community сможет улучшить любой из этих факторов вашей жизни если у вас останутся вопросы как именно это сделать или как именно ваш фактор который вам больше всего интересен как его улучшить пожалуйста обращайтесь в чате вы найдете мою корпоративную почту буду рад ответить вам на на вопросы и подсказать так скажем какую-то информацию которую я изучил за последние годы давайте придем к тому что человек самое влиятельное существо на планете нас 8 миллиардов и получается мы действительно один из самых влиятельных влиятельных видов существ хотя мы всего лишь одна семья из 12 миллионов видов семей то есть человечество саму в себе это маленькая часть это известно 12 миллионов видов и мы только один но какое влияние мы оставляем на нашу планету как меняется наша планета в какую сторону от тех технологий которые мы используем и главная задача сейчас мне показать вам что это касается каждого заводы на любом то скажем уголке нашего мира они касаются каждого потому что мы находимся в замкнутые про в замкнутом пространстве наша биосфера на поверхности планеты земля она ограничена и с этим ограничением так скажем мы запакованы и все что происходит внутри влияет на всех потому что это общее пространство весь транспорт каждый двигатель внутреннего сгорания каждая дорога все влияет на общую жизнь сейчас вон год назад если я не ошибаюсь корабль встал на мель в Суэстском канале один и это создало пробку в полмира в миллиарды долларов экономический эффект и так далее то есть даже если мы сами не катаемся на транспорте на нас влияет раз даже если мы сами не производим у нас нет завода или у нас нет очень много мусора и мы его утилизируем то это это тоже на нас влияет и радость в том сейчас что каждый человек может влиять на эту ситуацию в двадцать первом веке с помощью технологий с помощью нашего детища технологического развития и это тост та самая технология те самые технологии так скажем ключевые которые нас выводили на новый уровень на новую скорость здесь указаны технологические уклады так скажем с появлением каждой новой технологии наша жизнь становилась быстрее либо эффективнее либо как-то мудрее вот либо безопаснее и именно пятый технологический уклад это тот мир в котором мы живем сейчас то есть пятый технологический уклад это интернет виртуальной реальности гаджеты мы научились передавать информацию невероятно быстро то есть мы передаем гигабайты за секунды текстовое видео аудио можем звонить в другой континент на противоположную сторону шара можем позвонить по видеосвязи разговаривать без задержки и пересылать деньги за секунды с банков на банк то есть настолько все быстро сейчас продвигается но это все как говорит Анатолий Эдуардович это все информационные так скажем электрические какие-то части они виртуальны а мы-то живы мы-то физически мы физически наша пища физически наш дом физически и технологии которые сейчас так востребованы и так дорогостоящие они уводят немножко не в то русло потому что то что связано с поддержанием физики и обычных работ как говорят сейчас недостаточно медиков там сварщики заканчиваются строители в некоторых регионах просто недостаточно люди пошли учиться на разные айтишные так скажем программы обучения и в итоге обычным физическим рабочим то что у нас связано с миром некому работать то есть люди слишком сильно уходят и понятно почему потому что сделать здесь баланс очень большая востребованность там а физическое перемещение передвижение то что всегда ускоряло давала новые возможности всему человечеству это стоит практически на месте без особых изменений скажем если мобильный телефон за сто лет у нас поменялся серьезно то автомобили за сто лет особо серьезно не поменялся то есть все тот же первый уровень который отбирает у всего живого у флоры фауны человека пространство и делает его опасным то есть это как раз та самая физическая проблема тяжелая ее можно осязать она действительно приносит изменения и именно эту проблему и решает наш первый самый простой самый земной самый понятный инновационный экологический проект анатолий эдуардовича юницкого но еще остановимся на том укладе который сейчас посмотрите на эти компании эти компании часть нашего уклада часть этих компаний можно сказать создали наш уклад компания google обработка информации компания apple компьютеры alibaba покупка продажи в интернете microsoft операционные системы walmart интернет кошельки интернет переводы бой все эти компании сейчас в пятом технологическом укладе очень серьезно развились почему потому что у них была такая возможность как у нас сейчас посидеть на так скажем каждый в своем доме но при этом через тысячи километров и быть связаны с другим человеком чтобы поделиться знаниями обсудить и задать вопросы и получить ответы тогда этого не было тогда об этих прорывах так рассказать как сейчас мы с вами общаемся не могли но кто-то понимал как сейчас анатолий эдуардович понимает какие технологии будут востребованы кто-то понимал что это будет важно что это действительно будет востребовано и эти технологии это так скажем будущее и начали развиваться не все до конца понимали даже из тех кто это развивал куда это приведет но то что необходимо человеку человек это берет то что если можно взять что-то лучшее есть на это возможность он берет что-то лучше поэтому все эти технологии с каждым годом становились все востребований и востребований и сейчас мы понимаем что да это действительно эти компании сделали огромный вклад и посмотрите как они выросли снизу под каждой компанией вы видите капитализацию то есть например в компании google 100 до 10 долларов за 16 лет выросла в 100 тысяч долларов или компания alibaba то есть тот у кого был тогда от всей alibaba вот такой вот маленький кусочек небольшой компания выросла и саризмарима ей и этот кусочек вырос в цене то есть как бы количество совладения так скажем часть та же процентная а выросла она в невероятные масштабы представляете 100 долларов в миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи это историческая статистика ее можно проверить и знаете почему так произошло потому что людям это было полезно удобно поэтому они начали использовать эти технологии а чем больше что то используется тем больше интерес тем больше прибыли тем больше есть возможность развиваться и так далее так вот дамы и господа если бы у вас была возможность переместиться в прошлое вы бы стали частью этих компаний я думаю да это при том что как пока шла такая капитализация если совладельцы не продавали свою часть свою долю то каждый год они получали дивиденды от развития от продуктов от прибыли данной компании то есть люди которые смотрят вперед которые стараются искать инновации то что поможет людям то что реально необходимо людям то что решает какие-то проблемы людей эти технологии имеют огромный шанс на то чтобы стать будущими гигантами потому что они делают этот мир лучше тем или иным способом и хотите верьте хотите нет то что сейчас перед вами этих шесть компаний это будут малютки по сравнению с компанией которую строим мы с вами огромное количество единомышленников более 500 тысяч человек более чем из двухсот стран и регионов мира то есть самый крупный международный планетарный проект и который не просто в идее или в концепции который на финальных стадиях развития и перед вами фотографии пройден огромный путь и уже идет сотрудничество на официальном уровне с разными странами первые адресные проекты уже строятся дамы и господа но даже при этом у каждого человека еще есть возможность поучаствовать в этом действии поучаствовать в этом проекте ускорить его познакомиться и стать частью компании sky world community сообщество которое развивается и которое собирается совместно по тому как у нас сейчас идут дела продолжать развивать инновационные экологические технологии анатолия эдуардовича юницкого то есть мы с вами сможем влиять представляете человек наконец-то как человечество как общая масса на планете как единый организм теперь может выбирать в какую сторону разве ну то есть в какую сторону развиваются технологии то есть сейчас мы как одно народное государство просто сама масса но мы именно и есть большая часть населения планеты в так скажем из людей сам народ простой народ который пользуется и в данный момент мы с вами становимся совладельцами самого крупного проекта в истории самого масштабного бизнеса транспортного в истории который по прибыли будет гораздо больше чем все компании которые вы видели сейчас представляете его масштабы и это наша возможность именно поэтому это касается каждого сейчас человек действительно может повлиять на это и мы успешно влияем ведь мы заканчиваем 14 этап из 15 и первые трассы уже строятся да и множество людей каталось на этом прекрасном транспорте посмотрите на это чудо инженерные мысли представьте что большинство критическое большинство дорог будут перенесены на второй уровень и поверхность планеты земля будет освобождена для флоры фауны и человека для жизни ведь она же живая сделать ее безопасной невозможным столкновение или аварию юницкий продумал все и сделал этот транспорт в две тысячи раз безопаснее чем автодорожный транспорт и этот транспорт может направляться куда угодно то есть подобная логистика подобная мобильность который представляет анатолий эдуардович поможет абсолютно всему человечеству не какой-то отдельной стране а буквально за несколько десятилетий будет построена миллионы километров дорог потому что это будет востребовано это просто потому как уже сделал юницкий это самый экономичный вид транспорта по затратам ресурс времени человека землеотвода самый экономичный и интегрируемый куда угодно в любую температуру в любую местность в любом направлении в существующих городах в новых городах и хотя вернусь еще раз даже в существующих городах то есть мы создаем с вами транспорт уникальный для всех решений потому что он супер гибкая линия это прям очень широкий спектр анатолий юницкий не зря это дело продумывал получал много критики в течение жизни и каждый раз делал этот транспорт лучше в итоге создал чуть ли не идеальный хотя скажу вам что он не перестает работать над своими так скажем над своим детищем потому что это сейчас уже будет пятое поколение которое представят в скором времени я надеюсь в Объединенных Арабских Эмиратах ну и я бы хотел вам рассказать о том какой мир будет я думаю вы поняли что от каждого человека зависит что что происходит на нашей планете что происходит в наших городах на чем мы ездим какая безопасность вокруг нас сейчас люди могут менять это мы можем развить новый вид транс мы практически его развили и в ближайшем будущем когда будут выбирать в какой-то стране либо в городе нам нужно построить вот здесь из точки а в точку б налоготрассу делают это дамы и господа за наши же деньги налогоплательщиков и поэтому мы можем как бы влиять на это зачем нам платить собственные деньги то есть уделять больше средств то есть тратить терять может быть больше средств на неэффективные дороги и неэффективный транспорт который потом постоянно еще модернизируется опять же за наши деньги и кроме того что модернизируется еще и ремонтируется постоянно опять же это когда-то у меня появилась мысль что дороги специально строят плохо чтобы можно можно было ремонтировать постоянный был этот поток денег с которого можно было что-то состригать вот и потом мне сказали что в некоторых местах это действительно так и есть с нашим транспортом так не получится его строит народ нам нет необходимости так скажем юлить есть необходимость конкретно полностью простраивать то что предлагает анатолий эдуардович и это всем будет приносить пользу абсолютно чисто и абсолютно честно и даже если вы не выходите из дома на вас все равно влияет транспорт в вашем городе и во всех других городах поэтому как только мы выйдем на самофинансирование то есть полностью завершим данный проект эта компания этот транспорт даст невероятные возможности людям по всей планете в каждой стране в каждом городе смогут выбирать наряду с железной дорогой и там не знаю каким-нибудь дорогущим монорельсом неэффективным опасным моглевом или автодорогой сможем смогут выбирать подобную трассу потому что у нее будут самые высокие характеристики самое экономичное обоснование самые быстрые скорости самая высокая безопасность все плюсы у нас и этому конечно же за это спасибо Анатолию Эдуардовичу и низкому его сайт unitsky.engineer пожалуйста зайдите туда ознакомьтесь с этим гением двадцатого и двадцать первого века потому что то что он представляет если вам кажется это немножко неземным то дальше вы будете еще больше удивлены потому что это самая понятная простая земная технология хотя как говорит Анатолий Эдуардович да здесь все просто физика пятого седьмого класса советской школы говорит ребят соберитесь вот потрясающе с ним общаться и ты прослеживаешь каждому в условии в каждом обосновании объяснений в любом ответе на вопрос его философию философию того человека который всю жизнь отдал науке всю жизнь любит и учится все больше ухаживать за природой и жить с ней сообща как технологии и природа смогут быть гармоничны как мы можем жить в этом мире гармонично и действительно находиться в рае потому что наши технологии сейчас как наверное уже многие знают и тот уровень производства который настроен сейчас товаров на планете больше чем нужно если поделить их на всех людей это очень интересная точка о которой стоит задуматься что есть экономика и маркетинг зачем нам больше товара чем нужно то есть это огромные так скажем задачи и запросы которые Анатолий Эдуардович не исключает из общей философии то есть он по ним как правитель всей планеты заботится обо всех живых существах а не только о каком-то одном государстве то есть он разработал целую серию технологий как природа то есть флора фауна и человек с учетом нашего детища техногенной сферы то есть наш детенок ребенок все технологии как все мы вместе можем в одном пространстве на поверхности планеты земля уживаться как в раю и главное что в изобилии в безопасности и благополучии он это сделал он это рассчитал он это изобрел именно поэтому так много несколько сотен тысяч человек разных направлений знаний разные направления жизни объединились вместе для того чтобы помочь Анатолию Эдуардовичу осуществить его потрясающие проекты и каждый раз когда я говорю осуществить проекты я понимаю что мы первые практически завершили и сразу же картинки всплывают прокатов в Арабских Эмиратах на этом транспорте в Белоруссии и ты понимаешь что мы уже даже телом прикоснулись к этому будущему мы уже даже прокатили это настолько реально до первого приезда в Белоруссию когда я увидел своими глазами конечно это было не настолько реально но когда я увидел и в восемнадцатом году первый раз прокатился я понял что да это это будущее так буду связаны города это гениально просто прям спасибо большое Анатолий Эдуардович и ведь не просто так это выстрел технология нет это целая серия которую он разрабатывал в течение сорока лет то есть и более сорока лет назад он уже понял как влияют двигатели внутреннего сгорания например на нашу планету на экологию на погоду и начинал и продолжал изучать все вот эти последствия наших технологий нашего влияния и именно из этих последствий именно из негатива который был понятен что так нельзя мы разрушим наш мир доведем до точки невозврата наш мир и расшатаем так скажем стабильность планеты он понимал это и в течение всей жизни уделял максимум времени науке развитию изобретения ведь создал более 150 изобретений написал более 20 монографий несколько грантов в ООН то есть человек действительно с мировым именем ученый который созидатель который действительно понимает как сделать рай сейчас я был на конференции по безракетному освоению космоса идеи проблемы решения дамы и господа те ученые которые туда приезжают которые делали свои доклады это просто наивысший мировой уровень того что мы сейчас разрабатываем что делает юницкий параллельно сам еще за собственные средства потому что есть технологии которые еще масштабнее но до которым так скажем большинство людей не поверит и не уделит столько времени чтобы изучить то что будет дальше хотя научным сообществом эти технологии уже проверены и признаны не зря же он получил премию мира этот человек действительно гений и вокруг себя он создает только гениальные вещи и возможности в так скажем возможности нашей компании которую мы уже создали так скажем это огромный концерт кроме того нашу компанию технологическую признали научной организации потому что там такой состав там научные там кандидаты преподаватели высокого уровня то есть такие мозги собрались вместе работают на передовых компьютерах с самым так скажем лучшим железом с лучшими программами например как 3d experience от до салталта то есть мы делаем продукцию на самом высоком уровне сейчас для нашего мира также у нас есть заводы три целых завода которые уже так скажем полностью оснащены для производства и для выполнения заказов причем уже даже немало серийных и причем станки есть по полмиллиона долларов то есть это очень серьезное производство там и 3d принтеры лазерные резки гибкие все необходимо для того чтобы делать там чуть ли не космическую продукцию ведь наши транспортные средства не проще летательных аппаратов только у них аэродинамика у некоторых может быть чуть получше чем у самолета именно таким способом достигается высокая скорость до 600 км в час и такая минимальная затрата ресурсов энергии на передвижение на полезную работу на передвижение грузов и пассажиров то есть возможности сейчас Анатолий Эдуардович уже создал фантастические с нашей общей помощью и эти возможности уже работают по направлению первых наших проектов то есть мы уже практически создали стабильную компанию собственным производством предзаказными и сертификатами чтобы по этим это все делать официально и безопасно это все уже в большей части есть и я вас с этим поздравляю потому что мы сделали то что по факту чем должны были заниматься какая-то самая крупная страна либо сотружество главных стран а мы люди объединились народ объединился и делает именно действительно то что необходимо самому народу а не кому-то там наверху не каким-то банком или их владельцам не каким-то семьям не каким-то государством либо мэрием а самому народу самим людям и я благодарю вас за то что вы уделяете свое внимание в данное направление потому что всюду куда направлено наше внимание то и растет конечно же главная задача всего проекта это сертификация то есть нам необходимо по законам нашего мира доказать что технология которую изобрел Анатолий Эдуардович действительно соответствует своим характеристикам своей безопасности может выдерживать такие нагрузки вот такую вот циклику то есть циклический так будет работать вот так будет работать в тропиках вот так будет работать в умеренном климате все эти вещи нам необходимо построить испытать продемонстрировать и только потом идет сертификация и конечно же до 14 этапа мы добрались потому что все сертификации у нас проходят успешно Анатолий Эдуардович знает что делает у него несколько высших образований огромный опыт работы одно из высших образований патентное право потому что все наши технологии защищены и реально как у Христа за пазухой в той корпорации которую он сдает насколько она проработана безопасна и крепка поэтому эти сертификаты каждый новый приоткрывает нам дверь уже совсем нараспашку для выхода во весь мир как я говорю всем своим знакомым сейчас главный вопрос как мы будем строить на всех континентах заводы фабрики по производству нашего транспорта и трасс чтобы прямо на месте это производить и эту страну застраивать или этот континент потому что заказы после так скажем представления первых адресных проектов заказов будет столько что они будут стоять годами в очереди особенно в первое время потому что их будут тысячи десятки тысяч сотни тысяч этот транспорт будет нужен всем в любом уголке шара и дамы и господа это польза для мира для всего живого которую мы создаем и который совладеем является еще по совместительству самым дорогостоящим бизнесом в мире транспортная инфраструктура самый дорогостоящий бизнес но и самый прибыльный и именно поэтому самый коррумпированный это то что может мешать нашему проекту и то что мешало потому что за время развития подобной технологии множество палок в колеса было ставлено тем не менее все они были пройдены и не в зависимости от того что происходит с миром как вы видите мы движемся вперед как только вы поинтересуетесь теми видео которые я сегодня вам в самом начале рассказывал возьмете их из списка либо зайдете на юницкий.инженер сайт либо на ютуб Анатолий Юницкий вы увидите насколько серьезно даже в такие непростые времена происходит развитие данной компании множество так скажем людей предпринимателей те кто действительно серьезные созидатели Юницкому на конференции говорили мы не понимаем как за такое короткое количество времени можно было создать так много и так хорошо и если вы поизучаете вы согласитесь с этим при том что это сказал достаточно значимый человек с большим опытом с крупной корпорацией Анатолий Эдуардович просто так скажем превозмогает все ожидания того как быстро двигается какие сюрпризы дает насколько уникальные разумны его технологии ну и конечно же наш транспорт это в первую очередь пассажирский транспорт который поможет ускорить каждого человека на планете который придет и в обычные города и в мультимиллионники и очень сильно их разгрузит и от загазованности от пробок от аварий даст людям абсолютно новые скорости кучу нового времени огромное количество для того чтобы они развивались жили и любили этот транспорт представлен во множестве видов 12 видов транспорта некоторые по несколько модельного несколько модулей это все сделано в железе а большая часть из этого сертифицирована на этом мы уже катались более я думаю около десяти тысяч человек уже прокатилась на данном транспорте и почувствовала собственным телом это будущее которое еще 20 лет назад мы где-то могли узреть в фильмах как летают можно сказать транспорт по воздуху над головой но это практически то же самое только более разумно более эффективно и гораздо более безопасно чем мы видели в во многих в фантастических фильмах плюс это лишь только начало дамы и господа это гибкий транспорт который будет так скажем он подведен к абсолютно любому уголку планеты с помощью данного же транспорта можно перевозить так скажем любое количество любой пассажиропоток где маленькие деревушки подойдет Univind двухместный с самой так скажем маленькой трассы минимальное количество ресурсов тем не менее есть эффект есть добор например прогулочный транспорт Unibike либо это Unicar или Unibus которые мы сможем использовать потом в собственных так скажем целях либо вот составные транспортные средства они могут составляться и по несколько хоть восемь то есть это длинное длинный поезд там где пассажиропоток необходим более пятидесяти например тысяч человек в час либо сотни тысяч человек в час Unicar очень похож на тот который у нас в тропическом исполнении потому что именно из него он был сделан это фантастика настолько удобно и приятно находиться в этом транспорте вот особенно вот этот VIP исполнение это ты понимаешь что действительно каждый сантиметр использован в нужном направлении и это прям будущее прям как в Rolls-Royce садишься вот но это то качество которое заявляет Анатолий Эдуардович ну и конечно пассажироперевозки не внутри города 150 км в час а междугородний до 500 км в час до 600 км в час сейчас новое поколение уже мы видели пару скажем кадров из видео как делают пятое поколение скоростного транспорта на 20 человек подобный транспорт будет и я очень-очень жду когда это выйдет потому что это уже будут абсолютно другие если у этого транспорта характеристики просто заоблачные то что будет в пятом поколении у Анатолия Эдуардовича я просто даже представить не могу но это будущее дамы и господа это действительно будущее напишите пожалуйста в чате хотели бы вы по своим делам перемещаться со скоростью внутри города 150 км в час чтобы вообще не было пробок причем ты свободен хочешь общаешься хочешь учишься можно поработать можно отдохнуть вздремнуть или там посмотреть на наш прекрасный город и окружающую среду из окошка при том что вы полностью свободны транспорт едет сам либо желаете ли вы иметь в своем распоряжении скорость 600 км в час чтобы если захотели съездить вы друзья в соседний город в соседнюю страну в соседнюю столицу через страну и это не составит для вас проблем это не будет слишком дорого это будет занимать минимум времени и вы в этот же день сможете вернуться назад к себе домой представляете какие возможности откроются для всего человечества когда такой общественный транспорт начнут заказывать в думы городов то есть государства скажем там у нас 9 главных городов нам нужно вот 25 трасс и тысячу единиц транспорта заказывают и делается такой заказ либо в думе говорят так вот у нас здесь скажем строятся новые акведуки нам нужно по-другому как-то связать мы ищем новый вид транспорта и нам нужно 4 ветки например для городов там в 300 тысяч населения и вот там 150 единиц транспорта и все то есть это все строится и получается что люди будут пользоваться хотя по факту люди же это и построили ведь они же заплатили государство налоги а государство с этих денег взяло и построила нам транспорт транспорт то есть люди все таки решают гораздо больше чем мы можем себе представить если посмотреть как все на самом деле именно этому глобальному пониманию обучает Анатолий Эдуардович он показывает в своих фильмах как на самом деле обстоят дела у нас в мире что происходит какие у нас проблемы какие этому есть решения и объединяет нас не просто говорит о чем-то а прям конкретно предлагает решение и говорит я все сделал здесь я все сделал можно это реализовать пожалуйста подключайтесь вместе у нас это получится и именно таким способом сейчас нас уже более полумиллиона человек представляете очень в скором времени настанет миллион два десять миллионов это причем это будут богатые здравомыслящие люди разбирающиеся в инновационных экологических технологиях в положению в планете в инвестировании мы сможем с вами за месяц даже за день миллиардный проект какой-то за один день профинансировать просто вот это сообщество потому что мы решили да вот в этом регионе необходимая электростанция Анатолия Эдуардовича и нам у нас там есть спрос там есть проблемы с электроэнергией или вот в этом вот месте очень востребованная транспортная отрасль делаем там трассу мы ее можем реально просто за день профинансировать и все то есть и она начинает строиться то есть сами люди как вот этот общая корпорация общее сообщество сможет изменять положение прям в городах и странах конечно можно побояться что кто-то это не даст но но мы делаем это людьми для людей с учетом того что у нас 8 миллиардов и главная движущая сила народ может продавить все что угодно лишь бы он верил в свои силы тогда для него все возможно ведь кто мог подумать что можно создать новый вид транспорта например ну то есть я понимал раньше есть плавательный транспорт есть летающий есть наземный там железная дорога ну как бы особо сильно ничего не придумаешь все как бы оно есть но когда я узнал что придумал анатолий эдуардович я прошел мимо первый раз потому что я подумал в смысле новый транспорт как это вообще возможно и даже не обратил внимание то есть у меня просто в голову даже эта мысль не зашла что можно еще еще что-то придумать а оказалось что можно и чем больше я изучаю с каждым годом я все больше и больше удивляюсь как все эти в общем целом простые решения до сих пор никто не сложил до юницкого и только юницкий а ладно более того почему у людей не хватает ресурсов начиная с 1970 наверное 80-х годов уделить время чтобы изучить насколько же гениальны эти технологии потому что если бы их изучили и никто не вставлял в палки в колеса мы бы уже сейчас жили в таком мире этот транспорт начал строиться бы в 90-х в момент моего рождения и уже сейчас в 2020 у нас полмира было бы застроено этим транспортом не тратили бы так много ресурсов и энергии на автодороге но есть определенные но с которыми могут справиться только люди только население планеты объединившись и как ни странно но это же объединение и благая мысль созидательная деятельность то есть спасти нашу планету не дать ей дойти до точки невозврата не дать расшатать нашу биосферу чтобы она нас просто стерла как так скажем как зуд и сыпь которая мешает нашей планете жить жизни происходить на планете кроме на этой благой идеи на этом благом желании мы хотим и не хотим становимся совладельцами самого крупного бизнеса в мире и мы поскольку это принадлежит народу почему юницкий так старался удержать это оцолодение чтобы кто-то например арабские эмираты или какие-то другие страны пришли и заплатили сразу всю сумму профинансировали чтобы можно было это просертифицировать и строить но заберут например 51 процент этой компании самый эффективный транспорт который самый экономичный стоил бы больше всего потому что если он эффективнее чем самолет значит он должен стоить дороже чем самолет это обычный бизнес но если вся технология в руках людей это никогда не превратится в коммерцию это будет всегда иметь здравомыслящее зерно внутри того как происходит процесс развития и работы этой компании мы будем делать мир лучше но будем делать ее разумно и это будет этот доход этот прибыль от данной компании она будет заслужена можно сказать священно мы улучшаем мир и за это получаем вознаграждение мне кажется так и должны работать большинство так скажем компаний в нашем мире потому что в этом есть будущее в этом есть свет ну и конечно же вот эта вся прибыль большая пойдет к нам от грузоперевозок никогда не думал что вообще когда-то будут думать свои дела либо говорить кому-то о грузоперевозках но оказалось что в данном случае в данном проекте это является огромной частью ведь грузоперевозки это главная часть прибыли подобного бизнеса и сейчас в эру потребления прийти на помощь грузоперевозкам это прям блестящее решение потому что мы ускорим все это мы автоматизируем все это товары к нам будут приходить быстрее меньше застоев меньше времени все будет стоить дешевле наши товары наши услуги не будут не будет меньше складов потому что транспорт полуандроид например наш юникон который вы видите посетите любого рода контейнера можно поставить на него и отправить в нужную сторону и он сам без человеческого фактора сам выполняет свою работу и мы сказали приехать из порта португалии где построена трасса до германии это туда именно заказы и он полетел туда на место распределения где дальше его уже разведут там по магазинам либо каким-то там еще способом то есть сообщение с помощью грузоперевозки подобной закрывающей технологии автоматизированной без человеческого фактора ускорит ее до невообразимости а это значит что ускорит и прибыль и увеличит ее уменьшит затраты особенно неразумные значит даст нам огромное количество неиспользуемых ресурсов которые мы сможем уделить и направить в нужную для нас сторону развития потому что следующие технологии хочется еще больше построить когда уже почувствовал что это действительно получается и сейчас я увидел эко дома в белоруссии я понимаю что очень быстрее прям очень очень хочется эко поселение линейные города когда уже будут проекты на эту тему потому что хочется жить в таком городе хочется быстрее его построить и туда со всеми единомышленниками переехать чтобы продолжать работать дальше над всеми этими проектами уже из прям новые зоны ощущать собственным телом собственным духом какое будущее мы несем для мира то есть какую жизнь в которой вот мы живем мы распространяем по всему миру очень много уже из снов было и на желание на эту тему поэтому ждем когда анатолий эдуардович представит нам так скажем новые возможности развития городов и поселений потому что в таком городе действительно хочется жить где все экологически чисто и всего хватает в изобилии самоподдерживающийся город и грузоперевозки это одна из частей которая будет участвовать в развитии этого ведь сначала будет строиться всюду трасса то есть это часть общей инфраструктуры трассы строятся по нему быстро и легко безопасно и очень экономично доставляются все виды материи например какой то из которой потом например в этом месте будет что-то строится то есть таким способом с помощью юнитрака можно штучные грузы перевозить с помощью юниконта разные виды контейнеров и причем подвесной навесной сейчас проходят испытания 50 тонн это 15 тонн транспортное средство и до 35 тонн наш подвижной состав и проходит прекрасно при том что на боку написано потрясающая новость которая всех грузоперевозчиков вводит фантастическое ощущение потому что там написано 100 тонн на километр за 1 доллар то есть 1 доллар стоит перевести 100 тонн на 1 километр представляете я бы за 1 цент одну тонну на километр не переместил вот как ни крути не стоит оно того но если все сделать разумно по технологиям юницкого то именно такая цена и будет это фурор фурор в грузоперевозках и люди берут все что лучше для себя для их бизнесов поэтому самые высокие характеристики минимальное количество ресурсов на реализацию этого это будут выбирать все потому что это лучшее это лучшая человек всегда старается выбирать лучшее особенно когда так много единомышленников как мы с вами уделяют так много времени чтобы передать всю эту информацию ну и конечно грузы говоря о грузоперевозках нельзя обойти порты ведь это огромная часть нашего потребительского общества и то как как дорого строить строить эксплуатировать порт на берегу моря там где земля соприкасается с водой это очень дорого и как строить такой порт выкопать так чтобы мог заехать так сказать заплыть большой корабль с большим водоизмещением это очень дорого к сохранению эксплуатации то есть поддержанию не вариант а можно сделать порт на шельфе моря немножко отходя от берега там где еще прямое достаточно дно не очень глубокое там строится подобный порт и по струнным транспорту грузы будут направляться на материк то есть любого размера корабль может подойти к такому порту сгрузить свой контейнер поставить его на юникон и он сразу же по своей программе куда ему сказали ехать сразу же направляется то есть нет никаких застоев там шесть на пятнадцать берег это контейнеров шесть на пятнадцать шесть в высоту это все стоит как-то перебазируется это огромные деньги огромное время зачем это тратить когда есть такие прекрасные автоматизированные возможности с помощью подобных грузоперевозок просто вообще жизнь на планете станет лучше легче и безопасней кроме того что еще и настолько быстрее ну и конечно не стоит забывать что это все бизнес что это все прибыль и прибыль будут получать абсолютно каждый совладелец компании который поддержит данную технологию поэтому дамы и господа изучайте пожалуйста компанию sky world community общайтесь с людьми которые вас пригласили сюда на эту встречу либо которые вам рассказывали об этом ведь они уделили достаточно много времени и за более краткое время смогут передать вам достаточно важную информацию которую вы можете использовать во благо своей жизни ведь этот первый проект это лишь начало это действительно самые легкие самые наземные просто он самый актуальный он принесет самый большой эффект именно здесь и сейчас и это лишь только начало уже строятся первые так скажем эко дома уже строятся первые так скажем первое производство гумуса оплодотворение почвы мы сможем с вами пустыни озеленять на нашей планете буквально в несколько сотен лет оставить планету без пустынь от того что будем производить чистое электричество и на выходе у нас будет гумус черноземного типа супер эффективная плодородная почва эко поселение и линейные города это такое потрясающее направление которое освободит автоматизирует жизнь многих регионов особенно там где труднодоступные регионы с помощью подобных городов мы сможем жить припеваючи в любом месте и у нас будет тепло у нас будет электричество у нас будет транспортная доступность у нас будет информация и у нас будет чистое питание для того чтобы мы жили и процветали творили были творцом что значит приблизиться к богу или к творцу творить созидать вести себя как он бы себя вел создавать лучшее делать безопаснейшее делиться с другими информацией радостью знаниями этим мы именно и занимаемся дамы и господа и данные технологии несомненно переведут нашу жизнь в абсолютно новый уровень хотя их инновационность просто в гениальном уме Анатолия Эдуардовича ведь все просто пучки струн корпус рельса они помещены внутрь специальный наполнитель антикоррозийное средство шумопоглощающее и фиксирует их там сверху на корпус стальная головка рельса и стальное колесо перемещение с коэффициентом полезного действия 99 процентов то есть он просто взял и модернизировал перемещение любого груза или пассажира из точки А в точку Б до максимума который только мог себе представить и продолжает это делать дамы и господа вы увидите уже в самые ближайшие годы как этот транспорт будет расходиться по всей планете потому что Анатолий Эдуардович уже сейчас изобрел и сертифицирует его с очень широкой линейки чтобы мы могли прийти на помощь действительно в любой регион и в супер жаркие тропики с огромной влажностью с солями в воздухе там с бархамами с огромным количеством песка как у введенных арабских эмиратов либо вечной мерзлоте где куча снега обледенение невероятные ветра и так далее либо умеренный климат где у нас все четыре так скажем года времени года и у нас самая большая циклика самые большие изменения на материю происходит то есть на каждой из этих технологий будут какие-то свои изменения добавления но Анатолий Эдуардович это уже заложил в наш проект мы все это разрабатываем уже сейчас все эти разницы поэтому дамы и господа перед вами будущее с одной стороны простое как говорит Анатолий Эдуардович с другой стороны мне до сих пор некоторые люди говорят да что ты мне рассказываешь это все о визуализации я им показываю видео я снимаю как едет транспорт потому что там едут люди так скажем я уже проехался я снимаю он говорит да это нереальное видео это визуализация какая-то на компьютере нарисовали не может это ехать там тем более не могут люди то есть есть сейчас еще в двадцать первом году люди которые верят что компьютерная возможность визуализации настолько круто что ее прям вот настолько можно спутать но подобный транспорт ехать по струнам не может от чего главная проблема подобных людей нежелание уделить хотя бы вот столичка времени для того чтобы аргументировать свое мнение мнение нам приходят мысли из нашего подсознания очень много не каждый из них полезно и не каждый из них важно но если мы можем хотя бы чуть-чуть изучить и собрать хотя бы пару аргументов к сожалению назад дороги нет как только вы поймете насколько серьезно этот ученый и что он предлагает будущее нашей цивилизации вы поймете почему более 500 миллионов 500 тысяч человек объединились вместе при том что есть и со многими высшими образованиями и учеты ученые кандидаты наук и сварщики инженеры и химики то есть есть огромное количество знающих и мудрых людей которые изучив разные из аспектов сказали да это стоящее дело и именно таким транспортом сейчас мы и занимаемся самым актуальным который нужен везде полуандроид закрывающая технология с искусственным интеллектом с машинным зрением то есть это транспорт это наши искусственные интеллекты и роботы мы их совмещаем для того чтобы делать ту работу которую нам мы можем не делать то есть у нас многие технологии должны заменить всю рутинную работу всю опасную работу потому что нет необходимости ее делать если ее может за нас сделать робот а мы можем быть в безопасности освободить себе время никак не пострадать и при этом все это время мы можем творить творчески созидать либо в направлении своей жизни либо в направлении мира то есть с помощью автоматизированного транспорта того технологии которые мы сейчас уже подходим к завершению реализации наш мир изменится очень сильно как по жизнеобеспечению так и по прибыли так и по скорости так и по безопасности так и по возможности по комфорту и стабильности и ощущения себя потому что мы просто каждый день будем находиться в более безопасном пространстве что-то будет нам давать возможность больше раскрываться этому миру больше чувствовать себя а следовательно значит и жить счастливее это электромобили сейчас все будут переходить на электромобили потому что эра нефти уходит но просто электромобиль там же на первом уровне где гуляем мы с нашими детьми с нашими домашними животными где выбегание чуть-чуть небольшое выбегание на дорогу может привести к катастрофе в жизни семьи это необходимо изменить и это может измениться потому что люди сами выберут транспорт другой как мы заменили наши пейджеры на мобильные телефоны а потом на смартфоны мы выбираем лучшее и этот транспорт действительно лучший поэтому дамы и господа прошу вас уделить время изучить насколько гениальны технологии Анатолия Эдуардовича насколько в ногу они шагают ведь этот ученый он провидец нельзя сказать футуролог макроэкономист человек с очень глубоким пониманием он еще восемьдесят девятом году описывал как будет работать блокчейн система которая сейчас у нас плотно связана с криптовалютами более двадцати лет назад предлагал перемещение более тысячи километров в час перемещение в фар вакууме только слушать никто не хотел была эра нефти но сейчас мы имеем это влияние с помощью народного финансирования создавать самый безопасный транспорт который нас защитит который даст нам новые возможности который ведет нас в новый мир транспорт который в две тысячи раз безопаснее чем автотранспорт это тот самый проект та самая технология с которой начала так скажем свое развитие компания sky world community и совместно мы видим что все получается хорошо таким образом мы сможем запускать десятки сотни тысячи конкретных заводов фабрик электростанций адресных проектов трасс из точки а в точку б в точку цель так далее это все смогут делать люди люди смогут работать получается трудиться благостной деятельностью при этом заниматься созидать создавать делать лучше получать огромную прибыль с этого прибыль ежегодно дивиденды огромную капитализацию за совладение дамы и господа это рай и плюс у нас будут появляться все новые и новые технологии новые и новые решения народ может стать одним из самых главных государств которые действительно заботятся обо всей планете стоит лишь только поизучать прошу вас приходите на сайт юницкий.инженер вы узнаете очень много нового вы поймете насколько важно так скажем то что он уже изобрел и то что он представляет ведь именно эти технологии он показывает он показывает уже доказывает что реально с этими технологиями мы сможем жить абсолютно в другом уровне как в другом уровне жизни физики так в другом уровне жизни сознания ведь у нас освободится огромное количество пространства и времени огромное количество здоровья и это все наши возможности поэтому пока еще не поздно пока наш проект еще развивается он еще не вышел на самофинансирование и в него можно инвестировать собственное время собственные знания то есть частичку себя уделить развитию такой важной вещи таких важных технологий и это даст вам огромную пользу и в будущем потому что sky world community это сообщество оно только развивается и будущее к нему будут прирастать еще новые технологии новые сообщества будет расти это целое направление целое движение и все плюсы все всю ту пользу все эти шаги которые вы сделаете сейчас в ближайшем будущем в геометрической прогрессии будет приносить вам пользу потому что каждый человек в вашей команде каждое участие в поддержке данного данной технологии будут очень серьезно отражаться на вашем будущем в положительном смысле ведь мы действительно делаем будущее так давайте делать его таким как мы пожелаем таким как нужно самому народу а не каким-то владельцам корпорации либо управленцам государств или каких-то союзов есть пятнадцатый этап и сейчас уже на той базе которую мы плодировали я считаю что каждый человек должен хотя бы один раз увидеть и услышать о Sky World Community и о нашем проекте о его успешности ведь за пятнадцатый этап каждый человек возьмет на себя ответственность собрать нужное количество аргументов для того чтобы пройти мимо и не посчитать это важным хотя я сейчас уже не представляю как это возможно либо изучить и понять что это одни из самых важных изменений на планете сейчас и создание одной из самых важных сообществ которые будут иметь глобальное влияние на всю планету какое можно сказать имеет и уже и сейчас поэтому дамы и господа пожалуйста поделитесь хотя бы один раз с каждым человеком которому вы желаете добра ведь от этого зависит наше будущее и как скоро оно станет все чудеснее и чудеснее ведь в очень скоро времени мы станем воистину планетарной цивилизацией а потом выйдем и в космическую цивилизацию но до этого последнего проекта нам еще необходимо добраться а изучать можно начинать уже сейчас ведь за шесть лет что я изучаю Анатолия Эдуардовича я только узнаю все новое и новое и новое не представляю как один человек за одну жизнь мог сделать так много но как только вы прикоснетесь к этому вы поймете всю важность того что мы вместе с вами делаем дамы и господа меня зовут Артем Курбанов и я благодарю вас за ваше внимание благодарю что вы направили свою энергию именно в это направление ведь всюду куда направлено наше внимание то и растет я надеюсь у вас получилось собрать эту информацию полезную для себя взять что-то что именно вам нужно если вы не до конца понимаете как можно применить эту информацию чтобы удовлетворить основные побуждающие факторы которые были в начале пожалуйста пишите мне на корпоративную почту я с удовольствием с вами свяжусь и поделюсь теми знаниями и пониманиями которые я приобрел за последних шесть лет поэтому главное не бояться задавать вопросов и двигаться вперед с вами была sky world community которая дает безграничные возможности абсолютно каждому человеку на планете стоит только попробовать будьте здоровы дорогие друзья еще раз благодарю вас за внимание и до новых встреч с компанией sky world community улыбок вам мне кажется что что это я